добрый вечер можно начинать добрый вечер друзьям добрый вечер очень рада видеть знакомые лица вот ну кто меня здесь есть люди кто меня не знает да меня зовут маргарита шигаева я из чистополя татарстан я врач нутрициолог но сегодня у меня тема будет косметика бьюти вот косметика бьюти наша наша интеллектуальная собственность которая который реально творит чудеса мы уже есть сейчас уже пользуемся долгое время и сейчас я уже могу уже не просто вот как бы посмотреть изучить и говорить а я говорю уже то что действительно я уже на себе это использую нашу косметику ученые не один год работали над этой формулы чтобы создать такую форму чтобы косметика наша была умная чтобы она могла распознавать проблемы кожи распознавать стадии старения и успешно справляться с ними косметика действует по принципу каждой клетке нужно то что ей необходимо помните как принцип коммунизм каждому от каждого по способности каждому по потребности вот тоже самое же и наша клетка и наш косметик точно также работает наша косметика это настоящий прорыв косметологии который экономит время наши и деньги для того чтобы подбирать подходящие средства для средства для сохранения молодости но вообще на самом деле конечно сумма чтобы сохранить молодость нужно нам три пункта как бы сохранять или выдерживать да первое это здоровый образ жизни что никто не отменял что правильная сон правильные прогулки чтобы стрессов не было это все будет влиять на то чтобы сохранить молодость правильное питание это тоже уже мы все знаем да еще гиппократ говорил то что мы едим из того мы и состоим именно правильное питание это основа основ сохранения нашей молодости ну и конечно третье это правильный уход и но правильный уход это достаточно много времени требует но у нас современном мире женщина она же многофункционально она и мама она и бабушка она и руководящий работник она и бизнес-вумен то есть действительно у нас очень много времени уходит на как бы в жизни и на свой личный уход за собой остается очень мало времени мы не можем конечно сейчас как например клеопатра я читала что она там делал ванны принимал ванны из парного молока по моему что ли для красоты у нас нет такого времени да вот и наша любимая компания именно позаботилась об этом о том чтобы нам оставаться молодыми и красивыми и тратя не так много времени и вот в мире красоты появилась косметика бьюти это действительно историческое событие потому что до этого нигде в мире еще такого не было и нашу косметику от всех других отличают четыре технологии и все четыре технологии это это запатентованные технологии это как технологии которые владеет только наша компания и вообще в косметологическом мире ни одна косметологическая компания не владеет такими технологиями что же это за технологии первая эта технология кому лит эсэй это та технология готова которые у нас наши все продукты созданы по этой технологии это уникальная разработкой, и она не один год велась, ну, именно в косметологии, я имею в виду, не один год велась технологами Израиля. Вот, и, а Израиль вообще очень такая продвинутая страна в области геронтологии, то есть науки о предотвращении старости. И основная суть технологии в том, что помимо натурального состава, ну, состав косметики у нас полностью натуральный, но сегодня я не буду говорить про состав, это, ну, другая будет встреча. Вот, и помимо натурального состава, когда применяется вот эта технология Камулит Эсэй, то косметическое средство меняет как бы структуру, она становится более такой низкомолекулярной, более жидкой, и за счет этого улучшается проводимость питательных веществ внутри клетки, и, соответственно, улучшается усваиваемость клеткой всех питательных веществ, которые содержатся натуральных составляющих нашей косметики, и запускаются процессы регенерации нашей кожи, ну, клеток нашей кожи. И под воздействием импульсов, которые вызваны движением отрицательных частиц, органические молекулы продлевают защитный барьер кожи и достигают непосредственно тех тканей, куда они направлены, ну, в частности, вот, например, мимические мышцы. То есть сама кожа, она создана как защита от проникновения. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, действительно кожа защищает, но, с другой стороны, дойти до именно воздействия на клетку снаружи, со стороны кожи, это достаточно сложно. И только с использованием технологии аккумулитесы активные вещества пробиваются через естественный барьер. И, кроме того, уникальная технология аккумулитесы, она аккумулирует силу тех продуктов, тех натуральных продуктов, которые, ну, которые входят в состав нашей косметики. Вообще, наша косметика, она сделана по мотивам, ну, по мотивам нашей природы. То, что заложено и на таком физическом, и на энергетическом уровне, то, что есть в травах, в растениях, в фруктах, они полны витаминов, полны полезных веществ, которые нам нужны для нашей кожи и, в общем-то, каждый день. И вот, образно говоря, косметику бьюти можно сравнить с маленькой такой бомбочкой, которая, касаясь или достигая, соприкасаясь нашей кожи, она взрывается и вот эти все полезные вещества проникают через кожу и достигают той точки, куда они направлены. Ну, в частности, мы говорим про амимические мышцы, да, и происходит такая биологическая активация и за счет этого многократно усиливается эффект, даже если вещество в микродозах. Ну, так же, как в наших леденцах в микродозах, у нас продукты в микродозах, но многократно усиливается их эффект. Это первая технология, которая применяется в нашей косметике. Вторая технология это экстракты Дельвейса. Ни одна косметическая компания не может похвастаться, что в ее технологии используются экстракты Дельвейса. Дельвейс это растение высокогорное, но цветок, который растет в высокогорных районах Европы и Азии. Там, где есть сильное ультрафиолетовое излучение. Другие, многие другие растения не могут жить в таких условиях. А Дельвейс растет. Почему? Потому что растения, клетки этого растения выделяют или содержат леонтоподиевая кислота. И вот эта леонтоподиевая кислота, она как раз именно противодействует ультрафиолетовому излучению, то есть сохраняет клетки от бредного воздействия ультрафиолетовых лучей. То есть она является очень мощным антиоксидантом. Исследования, специальные результаты специальных исследований показали, что леонтоподиевая кислота в 1,35 раз является более сильным антиоксидантом, чем витамин С. И кроме того, она еще сама защищает витамин С. А витамин С это самый необходимый витамин для того, чтобы витамин С сохраняет от разрушения и участвует в синтезе коллагена. А коллаген это основная такая структурная единица нашей кожи. То есть витамин С необходим для нашей кожи, а мы ее мало получаем, да плюс она еще разрушается от вредного воздействия окружающей среды. Так вот, леонтоподиевая кислота она еще сохраняет от разрушения витамин С. Согласно тем же исследованиям, скорость восстановления коллагена при использовании даже двухпроцентного раствора леонтоподиевой кислоты возрастает от 72 до 111, вернее, возрастает на 72 тире 111 процентов. То есть использование двухпроцентного раствора леонтоподиевой кислоты насколько усиливается скорость восстановления коллагена. Кроме того, леонтоподиевая кислота обладает усиливающим действием на эластазу и гиолорунидазу, что тоже является структурной единицей нашей кожи. И еще леонтоподиевая кислота, то есть экстракты Дельвиса проявляют еще антибактериальную активность. Это было еще выявлено в 2003 году, что экстракты Дельвиса подавляют активность трептококков, стафилококков, стафилококков, аураз, золотистых стафилококков, шерихи, коли, кишечная палочка и еще другие. И еще, это еще не все, какая полезна леонтоподиевая кислота. Леонтоподиевая кислота связывает с солей тяжелых металлов. Чего у нас сейчас? Потому что соли тяжелых металлов, мы все знаем, содержат выхлопные газы. И когда мы идем по улице, особенно в плотном потоке, когда много движений, на нашу кожу очень много попадает выхлопных газов и соответственно соли тяжелых металлов. И вот под воздействием солей тяжелых металлов образуется фермент металл протеиназа. И вот этот фермент разрушает коллаген нашей кожи. А вот леонтоподиевая кислота ингибирует, то есть уменьшает воздействие фермента металл протеиназа и тем самым сохраняет коллаген от разрушения. Вот такое прекрасное вещество леонтоподиевая кислота выделяет, содержится в листьях эдельвейсы горного. Но мы в наших каталогах наших этих написано есть такое слово мажестем. Что же такое мажестем? А мажестем это особые стволовые клетки из эдельвейса горного. Выращиваются они в лабораторных условиях. То есть не собирается 10 тонн цветка эдельвейса горного, который, кстати, еще может быть и грибковое поражение, и бактериальное загрязнение может быть, а выращивается в лабораторных условиях из стволовых клеток. Растение это живой организм, но он точно также содержит леонтоподиевую кислоту, точно такое же действие оказывает. То есть мажестем обладает теми же самыми свойствами, что и цветок эдельвейс, но его можно получить много, быстро и чисто. Просто круто, круче не сказали. И еще наши косметики содержат, в косметике бьюти содержится экстракт инжира. Экстракт инжира содержит уникальный фермент фицин, который улучшает микроциркуляцию в коже и тем самым улучшается клеточное дыхание. И улучшение цвета дыхания способствует улучшение дыхания улучшает цвет лица кожи. То есть когда не хватает кислорода, когда кислород плохо усваивается, то появляется серый цвет лица. Например, многие замечали, что у курильщиков серый цвет лица, потому что когда человек курит, по организму вместо кислорода растаскивается СО2, поэтому у него такой серый цвет лица. И то есть экстракт инжира фицин способствует улучшению цвета лица. Это такая большая молекула, она содержит более 150 аминокислот и она способна гидролизовать, то есть смачивать водой эластин и тем самым предотвращает нашу кожу от высыхания. Его ближайший аналог это папаин экстракт папаи тоже в общем-то мы много слышали, ну тоже много на слуху, но фицин в 20 раз эффективнее чем папаин. И последнее уникальное также в нашей косметике бьюти содержится уникальная глубоководная бактерия термос термофильной. Эта бактерия существует в глубоководных термальных источниках, где температура более 80%, а давлений почти 20 атмосфер. И чтобы выжить в таких условиях, бактерия имеет свою защиту. Уникальный комплекс ферментов, которые устойчивы к нагреванию и к ультрафиолетовому воздействию. И вот в составе нашей косметики как раз эти ферменты и существуют. то есть они защищают нашу кожу от ультрафиолетового воздействия и от свободных радикалов. Вот у нас многие люди спрашивают, а какой у вас там степень фильтров какие стоят, какой степень защиты. То есть мы можем смело сказать, нет у нас никаких фильтров. То есть у нас такие вещества как лентоподиевая кислота, такие вещества как ферменты вот этой глубоководной бактерии, они уже защищают нашу кожу от ультрафиолетового воздействия. И вот фермент глубоководной бактерии термостермофидной еще к тому же усиливает ранозаживляющий эффект на коже. Вот. И тем самым так и восстанавливает поврежденные клетки, повреждения ДНК клеток. Прошу прощения, что-то неправильно считаю. Вот тем самым улучшает трансдермальный переход воды. То есть он способствует задержанию воды. То есть наоборот предотвращает потерю воды и тем самым предотвращает высыхание кожи. Вот. Это была вторая технология. Третья технология, которая содержит, вернее используется в нашей косметике это биофен. Биофен это очень мощный антиоксидант. Это опять же разработка наших российских российской военно-медицинской питерской академии. Пока ее разрабатывали 10 лет, держали это в секрете и только потом это как бы рассекретили. И уникальность этого биофена в том, что благодаря своему очень маленькому размеру это вещество проходит через клеточную мембрану и доходит до митохондрии. Может быть слышали такое слово еще в ботанике митохондрии. Митохондрия в клетке это своеобразная такая электростанция. То есть она способствует выделению энергии в каждой нашей клетке. То есть биофен именно стимулируя работу митохондрии он улучшает как бы является улучшает процессы энергообразования в каждой нашей клетке. То есть исследования биофена нам показывают говорят что есть что они улучшают динамику митохондрии и усиливают сократительную способность соединительной ткани. То есть для чего это нам нужно? То есть соединительная ткань лучше сокращается то есть она не ломается то есть не изломы образуются а сокращение а когда есть сокращение всегда можно восстановиться а вот излом уже не восстановить вот это третья наша технология и четвертая технология совершенно новой технологии из-за того что внедрялась эта четвертая технология у нас были перерывы с поставкой косметики нашей кремов не было если помните так вот это технология Синейк это технология которая эта разработка является лауреатом швейцарской премии в области фармацевтической технологии и она в индустрии красоты используется очень успешно и используется для расслабления мышц лица и противодействия образования морщин вообще это аналог ботокса это аналог ботокса что такое ботокс ботокс это следующий первый я уже прошла ладно не поставили вот ботокс или ботолотоксин это сильнейший яд природного происхождения яд вырабатывается с помощью бактерий так вот технология яд вырабатывается я сейчас про ботокс говорю ботокс это сильнейший яд природного происхождения которое вырабатывается в бактерии клостридиум ботулину такие вот бактерии они вырабатывают вот этот яд и в 70-х годах прошлого столетия американский офтальмолог талант спот начал вводить препарат в медицину то есть он выявил что если этот яд очень сильно разбавить и почистить то в принципе он приносит пользу и через 10 лет это его свойство пришло в косметологию то есть ботолотоксин или ботокс он блокирует поступление нервного сигнала от нервов к мышце и тем самым он как бы расслабляет мышцу и уменьшает количество мимических морщин у него есть свои плюсы свои минусы но сейчас я сейчас хочу показать разницу между ботоксом и нашей технологией Синейк ну первое то что у ботокса первое такое ну минус или недостаток это его непродолжительные действия то есть максимум 6 месяцев 3-6 месяцев и потом морщины ну через это когда пройдет 3-6 месяцев морщины возвращаются на место возможно даже еще и больше кстати когда я вот это как бы изучала я там прочитала один отзыв женщина пишет что я через каждые 3 месяца делаю ботокс потому что 3 месяца красивая а потом видишь себя в зеркало уже становишься некрасивая это уже как бы пугает раздражает и она опять бежит на ботокс ну то есть своего рода зависимость да каждые 3 месяца бегать на уколы это первое второй недостаток непрофессионализм косметологов то есть действительно делать такие уколы может только профессионал а у нас очень много профессионалов которые буквально прошли там в ютубе или в инстаграме курс и берут руки шприц и начинают делать и мы видим прекрасно ну в СМИ есть очень много случаев когда испортили лицо именно да вот третий минус оказывается для ботокса имеет значение возраст это когда еще с молодости начали ботокс применять там еще ладно а когда вот 55-60 лет в принципе вот в нашей компании да и во всех сетевых в основном ну большинство людей именно вот такого нашего возраста да и если человек 55-60 лет ни раз не делал ботокс а потом решил попробовать то оказывается очень часто бывает обратный эффект это компенсаторный компенсаторный гипертонус и это может привести даже к птозам то есть опущением например как опущение кожи лба ну это в общем я буквально сегодня прочитала что оказывается такое может быть ну к тому же ботокс противопоказан беременным кормящим у кого могут быть аллергические или какие-то иммунные реакции или при воспалительных например там при УРЗ при этим нельзя пользоваться так вот наши технологии Синейк это альтернатива ботокса то есть эффект тот же самый расслабляет мимические мышцы но но уколы не надо делать не надо непрофессионализм косметологов нас не пугает мы вообще к ним не обращаемся да возраст нам это как раз тот что нам нужен беременность и лактация не являются противопоказанием для наших кремов потому что они разработаны именно для беременных да вот аллергических реакций у нас ну во всяком случае мы я никогда не слышала и не видела за почти за 5 лет работы не только косметики но и наших продуктов ну и вообще нету противопоказаний а эффект тот же как ботокс представляете как классно в общем вот такая новая прекрасная технология используется в наших кремах вся серия бьюти это интеллектуальная собственность нашей компании компания ИПЛ и разработана она научно и еще к тому же дизайн это же просто чудо вот держать такие такой пакетик коробочку или такая баночка такой дизайн он просто влюбляет просто вдохновляет даже каталог вот кто держал вот он настолько тактильно настолько его приятно держать просто вот нежный такой да это все настолько продумано настолько наша Ольга Владимировна человек с таким креативным умом да просто в общем-то мы просто удивляемся и поражаемся и влюбляемся вот итак что мы можем сказать что я могу сказать в заключение косметика бьюти косметика нашей компании не имеет аналогов в мире и объединяет все передовые технологии для сохранения нашей красоты и молодости если мы будем использовать нашу косметику мы будем просто сиять мы будем выглядеть моложе своих лет и тратить на это всего лишь несколько минут в день вот такая информация благодарю всех за внимание и мы будем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...